Ну вот, по сути, показывают министерство, НКВД, МВД, а позже КГБ СССР. Ну вот, можно и посмотреть карту ГУЛАГа. То есть, где находясь эти лагеря, сколько было заключенных, сколько было умерших на тот или иной год. Кстати, можно посмотреть, какие были та же лагеря. Исправительно-трудовые лагеря, особо-лагеря, спецлагеря и проверочные фильтрационные лагеря. В 2023 году больше 3000 заключенных. Будем брать каждые пять лет, буду говорить, сколько заключенных и сколько умерших. В 2023 году чуть меньше 22 тысяч заключенных. В 2023 году больше 334 тысяч заключенных. Из них умерло чуть больше 67 тысяч человек. В основном, это было у Медвежьей горы, в Москве, Чебью. И где-то в центральной части Советского Союза. Дальше пошли. 1938 год. Около миллиона заключенных. Из них умерло 90 с половиной тысяч человек. В основном, это было в районе Хабаровского края, в районе Магаданской области, под Томском, Новосибирском, Красноярском. В центральной части Калуга, Рыбинск, Медвежьегорск. Мы становимся на самом крупном в 1942 год. Самый разгар Великой Отечественной войны. Около полутора миллионов заключенных. Из них почти 250 тысяч человек умерло. Куйбышев, ныне Самара, Новосибирск, Инта, Воркута, Хабаровск, Комсомольск-Новоморье, Магадан. 1948 год. Польше миллион заключенных. Из них умерло больше 27 с половиной тысяч человек. 1953 год. По сути, последние месяцы правления Сталина. Около миллиона семисот тысяч заключенных. Из них почти 6 тысяч человек умерло. А дальше, по сути, было сворачивание ГУЛАГа. И к 1960 году оставалось чуть больше 250 тысяч человек. Вот эти вот имитация гильз от пуль. Это результат террора. А тут различные портреты тех, кто стал жертвой данных репрессий. Около, в зд cherry, observations. Конец бесплатный. «Правиль» Продолжение следует... 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 Захоронение трупов заключенных без гробов считаю возможным допустить в более широких размерах В некоторых лагерях везти это, как правило, Казахстан, Узбекистан, прифронтовое строительство и прочее Ограничение пункта Б снять, то есть хоронить без гробов на всех общегражданских кладбищах Отведены городскими поселковыми советами, выделены на их территории для заключенных отдельные участки Похороны производить без участия охраны Начальник отдела службы ЭТЛК, старший лейтенант госбезопасности Ушаков Сообщение прокурора СССР Бачкова, наркому внутреннего дела Берия О тяжелом положении с питанием и высокой смертности заключенных в Северо-Уайском и Северо-Печорском ЭТЛ Совершенно секретно 14 февраля 1942 года По сообщению прокуроров Сев-Урал-Лага и Сев-Печ-Лага В указанных лагерях создал тяжелое положение с питанием заключенных Вследствие чего среди заключенных недопустимый высокий процент смертности Так, например, Сев-Урал-Лаги за 28 дней января от источнения умерло 896 человек Заключенных выдают по 150-200 грамм хлеба На работу не выходит 12 тысяч человек заключенных Сев-Печ-Лаги вследствие отсутствия продуктов питания только за первую половину января сего года Умерло 590 человек Причем продукт в запасе не имеется Кроме того, в Сев-Печ-Лаге задерживается отправка освобожденных бывших заключенных В следствии отсутствия транспорта Сообщение о выжить сложенном на ваше усмотрение Одновременно прошу ваше распоряжение О производстве расследований и наказания виновных лиц И это, конечно, вот этот список тех, кто умерли в этих лагерях Точнее И, конечно, когда вы смотришь вот этот список Книгов, записи, актов о смерти В этих местах Просто становится страшно Я даже не буду перечислить заболевания Просто сами посмотрите Ну вот, по сути, заключенных отправили на Дальний Восток Дальстрой Вот где располагались лагеря Неподалеку от Магадана И дальше Неподалеку от города Певек Неподалеку от Магадана Здесь показываются кадры Где располагались эти лагеря На Дальнем Востоке То есть Происходили экспедиции Где все это располагалось Вот такое вот жуткое зрелище Предстоит В последние годы Существование ВУЛАГа Здесь, по сути, фотографии Деятельности Этой Структуры Фотографии Из тематических Лагерных альбомов 40-50-х годов Фотоальбом Создавлены руководством НКВД МВД Министерства внутренних дел Как отчет о деятельности лагерей Будучи постановочными Фотоснимки Не отражают реального положения Дел в лагерях А передает Официоз Советской Справительной Трудовой системы Частично Иллюстрирует Поседневную жизнь Заключенных ГУЛАГа В 1949-м 50-х годов Соключенные ГУЛАГа Принимали участие В строительстве Главного здания НГУ На Воробьевых горах Отделка внутренних Помещений 24-30-ти этажей Производили заключенные Лаг пункта Высотный Лагерная зона Занимала все комнаты Коридоры 23-го этажа ГУЛАГного здания Университета Остальные Лагерные отделения Располагались В 3-х километрах От строительства Еще раз повторюсь Что заключенные Лагеря Привлекались В качестве Дешевого Рабочего Куда В том числе И Сталинскую Высотку Высоко Расположенная МГУ Имени Ломоносова Вот такой вот Был план Типового Лагеря На 5000 Человек Весь этот Кошмар Ужас Для простых Людей Которые Оказались В лагере Закончилось 5-го марта 53-го года Когда умер Иосиф Виссарионович Сталин Говорит Москва От Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Совета Министров Союза СССР И Президиума Верховного Совета СССР Ко всем Членам Партии Ко всем Трудящимся Советского Союза Дорогие Товарищи И Друзья Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза Совет Министров СССР И Президиум Верховного Совета СССР С Чувством Великой Скорби Извещает Партию И Всех Трудящихся Советского Союза Что Пятого Марта В Девять Часов Пятьдесят Минут Вечера После Тяжелой Болезни Скончался Председатель Совета Министров Союза СССР И Секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин Продолжение следует... Продолжение следует... От этих лагерей... Реабилитировано... То есть все, по сути, были реабилитированы... То есть кому дали... Три года лишения свободы... Кому десять лет лишения свободы... Кого-то отправили в концлагеря... Из правительственного трудового лагеря... Все эти люди были реабилитированы... Краснов Павел Иванович... 1896 года рождения... Колхозник... Осужден в 41 год... Приговор... Высшая мера наказания... Реабилитированы... Жданов Федор Степанович... 1904 года рождения... Заключенный... Осужден в 37 лет... Приговор... Высшая мера наказания... Реабилитированы... Итак... За период... С 30-го по 50-е годы... 20 миллионов политических опрессий... 700 тысяч... Большой террор... Смертность двух миллионов человек... Приговор... Действует... Унижение свободы... Спецпоселение Сылка... 6 миллионов... Реабилитация... 6 миллионов 600 тысяч человек... И отправились на войной фронт... 1 миллион 200 тысяч человек... И в конце предлагают написать свои мысли... Повторений не будет, если я... Для осознания прошлого надо... Что нужно сделать сегодня, чтобы прошлое не повторилось завтра? Напишите в комментариях ваше мнение... По поводу увиденного... То есть возьмите основу вот эти вот высказывания... И дальше вы сами продолжите свое мнение... О своем мнении я напишу... Имеется... Листочки... Написание... Для осознания прошлого надо... И другое... Что нужно сделать сегодня, чтобы прошлое не повторилось завтра? Политика... Государство... Должна работать на благополучие людей... На их достаток... А не против... Человек... Высшая ценность... Ничто и никто не может быть выше человека... Я так думаю многим... Заинтересовывал эту историю... Влага с 30-х по 50-е годы... Вот такой вот довольно-таки противоречивый и довольно-таки тяжелый музей... Музей истории ГУЛАГа... Музей истории ГУЛАГа показал часть истории Советского Союза... Страшные годы... Сталинские репрессии... 30-е, 40-е... И первая половина 50-х годов... Очень мне жалко тех людей, которые были осуждены просто за то, что им не нравится политический курс государства... Но особенно жалко детей, которые по сути пострадали... Ни за что... Музей истории ГУЛАГа работает каждый день, кроме понедельника, с 12 до 21 часа... Расположен по адресу 1-й самотечный переулок, 9 строений 1... Ближайшая станция метро Достоевская... Можно добраться и на трамвае... Трамвайный маршрут номер 7... От станции метро Белорусская, Комсомольская, Проспект Мира, Преображенская площадь, Бульвар Рокоссовского... Также на трамвайном маршруте номер 50... От станций метро Новослободская и Менделеевская... Также от станций метро Авиамоторная... Бауманская и Красносельская... Я отправляюсь дальше путешествовать по Москве... Куда следите на канале... С вами был я, СМЗ... Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик... Ставьте лайк и комментируйте... Спасибо, что смотрели... Пока... Субтитры сделал DimaTorzok